здравствуйте ну теперь вход идет тяжелая артиллерия так я занимаюсь валенками училась я у марины кремчук за что и огромное спасибо все что я сейчас вам здесь расскажу это как бы результат общения с ней на начальном этапе значит раскладка происходит на и киевской пленки обязательное участие в валянии перчатки полиэтиленовые потому что они очень хорошо скользят все остальные цепляют войлок за процессе валяния одной пары на одном этапе там получается на несколько этапов разбиты разбито валяния валенок могу довести пар мокнут выкидываю они стоят три копейки поэтому ничего страшного в этом не будет разложили когда уже на шаблоне наш для шаблона значит используется изолон он не скользит вы чувствуете количество шерсти вы можете проверить когда это все у вас на шаблоне завалено и чтобы довести до ума как бы шаблон чтобы он уже имел определенную как сказать определенную плотность используется вот такая вот скалка она может быть подлиннее но как бы диаметр такой вот очень удобен разрезается шаблона тоже такими же ножницами потому что они очень хорошо режут плотный войлок толстый другими не пользуюсь но да вот нужно тоже смотреть аккуратно чтобы не падали чтобы кончик не отломился последующие этапы значит у нас основной девайс конечно это вот руки мыло и вода минимум воды минимум мыло и все остальное работа в перчатках когда катается в рулоне используется вот такой вот рубель и но это немножко другая бамбуковый коврик есть там чередуется плоская полосочка и круглая вот когда это все сворачивается значит выкатывается все вот таким вот рубелем после этого у нас в работу идет где-то я ее сейчас видела раскатка такая с этими с иголочками где нет скалка такая была да спасибо видишь все сразу утащила вот такая вот скалочка тоже позволяет убрать лишний воздух из войлока волокнам дает возможность сцепиться там где они еще не сцепились то есть выравнивает войлок для выравнивания войлока очень удобно и нужно значит после этого у нас идут руки и когда она шила не принесла для швейного вернее спортновский партновскую иголку подошва пришивается к заготовке используется сапожное шило и вощеные нитки ну и клей соответственно да после этого колодки я не использую всю форму я делаю только руками но иногда на каком-то этапе помогает конечно такая вот либо такая либо деревянный утюжок вот ну и в общем то все все остальное делается руками работаю я только с биркшафом больше ничего не использую могу в венслидейл блю фейс на голенище вот здесь вот низ получается из биркшафа а вверх венслидейл чем отличается рубель такой вот допустим от такого или от такого широкого у нас грубый волок и когда валяешь в рулоне вот в бамбуковом коврике нам нужно чтобы и он и по длине больше он около метра идет вообще настоящий рубель обувной он весит 16 килограмм он шире в два раза и обмотан медной проволокой для чего используется для того чтобы проваливать валенки эти все и вот ну как бы нашли такой выход это скандинавский рубель как вариант скандинавского рубеля как марина говорит используется для того чтобы можно было и туда прокатать и обратно потому что когда это в принципе гладильные рубеля им выглаживали одежду давно еще там и в до революции давно-давно катали в одну сторону и рукой подхватывали обратно то что было намотано там допустим одежда валя не используется я ничего против не имею как бы кому удобно пожалуйста не не вопрос но для грубого войлока для того который держит форму допустим вот это вот самый оптимальный вариант потому что таким это уже пробовала не очень получать таким рубили можно выкатывать голенище когда нужно его подсадить тогда внутрь идет раскатка для голенище и вот этим рубелем можно убрать ширину голенище вот в общем то все мыло используется самая обычная хозяйственная без каких-либо добавок чтобы она не пенилась и давала возможность уваляться вылоку в шкатулочки руками руки и перчатки в крайнем случае можно это отпарить утюгом уже когда готова и все больше ну ничем не больше спасибо таня благодаря к ним сейчас магазине представлен огромный выбор подошвы на все случаи жизни да таня да да вот такая и цветная синим с красным низом такая точно есть вот такая есть подошва вот нет такая нет такой такой нет и но много подошвы за то что вот последние привозили цветная и детская подошва есть очень хорошая так что если кто-то желает пожалуйста мы старались мы старались да хорошо подожди а это результат уже ученицы вот сидит новый уренгой во вторник улетит вот так вот спасибо спасибо Продолжение следует...